Всем привет! С вами Вячеслав Бульнков, и в этом выпуске я поделюсь топ-пятеркой способов, как заработать на YouTube деньги без вложений с нуля в 2016 году. А перед просмотром этого ролика рекомендую канал Benjur Francia. Хотите увидеть Париж? Прогуляться возле сены? Но у вас нету денег? Ничего страшного, вам точно на канал Дениса. Вы увидите влоги, факты о Франции, интервью с интересными людьми. Подписывайтесь на канал по аннотации на экране или ссылки в описании. А мы переходим к нашему выпуску. В последнее время русский YouTube стал набирать обороты. Многие забыли про телевидение и заменили на просмотры любимых каналов. С ростом прихода аудитории появились и те, кто жаждет заработать на своем канале, набрать какую-то популярность и заниматься любимым делом. На мой взгляд, во многих направлениях русского YouTube просто нет конкуренции. И если вы можете что-то дать людям, преподнеся это качественно и с оптимизацией, вы откусите свой кусок рынка и начнете зарабатывать. Возможно, вы спортсмен, и вы можете снимать тренировки и делиться опытом. Вы домохозяйка? Снимайте приготовление блюд. Бизнесмен? Ставьте цели и достигайте их на публику. Список можно перечислять до бесконечности, ведь аудитория найдется на любую сферу и формат. Так, давайте же посмотрим, за счет чего можно заработать на YouTube. И как это сделать эффективнее? Поехали! Топ-5 способов, как заработать на YouTube. Заработок на просмотрах с партнерки. Самый малоприносящий вид заработка, хотя многие смотрят на него как на главный. Чтобы заработать на просмотрах у YouTube есть два варианта. Либо вы монетизируете свой канал Садсенс напрямую от Google уже на нулевом канале, или набираете от 100 до 500 подписчиков и около 5000 просмотров и подключаетесь к партнерке. Это важный момент, который ломает тысячи каналов, так как у многих не выдерживают терпение и не идут по первому варианту. Проблема монетизации в том, что 90% каналов выключают от монетизации за недействительные клики. У вас есть канал и все нормально, но монетизировать вы его больше не сможете на просмотрах. Партнерки, о которых сейчас расскажу, не подключат вас к себе после отключения Садсенс. Поэтому забываем про первый путь и идем к разбору партнерок. Партнерок много, есть квизгрупп, ВСП и как у меня Air. Преимущество партнерок в поддержке. Если на вас кинут страйк, партнерка вам поможет. Также она проводит обучающие трансляции и старается сделать вас успешнее. Допустим, вас подключили к партнерке Air, ссылку на которую я оставлю в описании. У вас появляется цель накопить 100 долларов, только тогда вы их сможете снять. За тысячу просмотров примерно платят 20 центов, поэтому подключайтесь и забудьте про нее до 10 тысяч подписчиков. Чтобы получать больше прибыли, лучше стараться делать видео более 10 минут. В этом случае рекламу можете вставлять и в начало, и в конце, и в середину. Не стоит ошпиговывать через каждую минуту, зритель просто уйдет. Самый оптимальный вариант и для вас, и для зрителей, это все виды рекламы, кроме без возможности пропуска. Так и удержание хорошее, и ролик продвигается эффективнее. Но мы идем дальше. Топ-четвертый способ, как заработать на YouTube, привлечение клиентов за проценты от продажи. Можно продвигать интернет-магазин, о котором поговорим чуть позже. И заморачиваться с производством, доставкой и хранением ассортимента. Но есть удобная альтернатива, партнерские программы, такие как Admited. Смотрите, у вас может быть игровой канал, вы делаете обычное прохождение игры. А в конце видео говорить и играть вы можете по ссылке в описании. Перейдя по реферальной ссылке, если человек зарегистрируется или станет активным игроком, вы получаете около 300 рублей. Играм нужны игроки и не готовы заплатить деньги, ведь игрок в последующем принесет гораздо больше. На сайте Admited есть и одежда Lomo, Aliexpress и так далее, которые подойдут распаковщикам товаров. А также есть и бизнес-услуги. Возможности много, только не переусердствуйте с рекламой. Я не раз замечал такую ссылку у топовых каналов. Их несложно замаскировать сокращенную ссылку типа go.jl или vk.cc. А перешедший скорее всего и не поймет, что сейчас было. Сделав обзор одной игры, играть станут тысячи людей и заработок будет соответственный. Ну а мы идем дальше. Топ-3 способ, как заработать на YouTube. Реклама в других социальных сетях. Оставляя ссылки на другие социальные медиа в описании под видео, подписчики начинают проводить время и там, следя за вами. С тростом выхода кампании в интернет-пространство вырос и спрос на покупку рекламы как на YouTube, так и в пабликах ВКонтакте, Инстаграме, Перископе и Твиттер в Твиттере. Регистрируйте свои социальные сети в бирже рекламы, чтобы вас могли найти рекламодатели. Одна из крупнейших бирж это Pliber. Выбирайте тематику, возраст, краткое описание и цену за ту или иную услугу. Если рекламодатель заинтересуется, вы получите e-mail уведомления. Не продавайте слишком много рекламы, иначе ваши зрители перестанут быть лояльны и рекламу вас будут покупать менее охотно. Также проверяйте, что вы рекламируете. Будьте честным к своим фанатам. Будьте другом, которому можно доверять и тогда у вас все будет нормально. Если вас заинтересовала раскрутка социальных сетей, в описании ставлю плейлист с разбором этой темы. А мы идем дальше. Топ-2 способ, как заработать на YouTube. Продажа своих товаров или продукта. Если у вас компания, которая производит хороший продукт или предоставляете какие-то услуги, почему бы не вести канал на тему продукта? Ну вот, например, у вас интернет-магазин для рыболовов. Показывайте, как вы рыбачите или обучаете, что на что клюет, ну и так далее. В конце видео говорите, что в описании под видео ссылка на интернет-магазин. И лояльные посетители, скорее всего, перейдут на сайт и купят именно у вас, потому что вы показали свою экспертность и стали неким другом. У меня на начальном этапе отлично приходили клиенты на создание сайтов и настройку рекламы. Люди были лояльные, они знали, кто ты, что ты живой и не кинешь. Даже топовые блогеры открывают интернет-магазин футбола, кружек. Кто-то продает консультации в Скайпе по тому же продвижению канала или раскрутке группы ВКонтакте. И это отличный опыт, которым вы можете поделиться с теми, кто в этом нуждается. Я покупал консультации у двух блогеров, которые добились неплохого результата на ютубе. Что-то я узнал именно от них, а что-то сам через некоторое время. И изучаю это и дальше. Начинающий блогер может сам набивать шишки. Но зачем? Если можно пропустить этот этап. Чтобы стать лучше, понимающие это люди инвестируют в себя, покупая знания и применяют их. Но мы идем дальше. А вот и топ-1 способ, как заработать на ютуб, встроенная реклама на своем канале. Если у вас канал нацеленный приносить клиентов, то топ-2 способ должен стоять на первом месте. Но если вы обычный канал, нацеленный на набор подписчиков и заработок на партнерке, то прямая реклама самая прибыльная. Скорее всего вы смотрите Ивангая, Сашу Спилберг, Симонова и иногда даже не замечаете, что ролики со скрытой рекламой. Топовые каналы делают скрытую рекламу, косметики, игр, приложения, еды. Да всего за что готовы им заплатить. Это может быть и упоминание в двух-трех словах, а может полностью посвященный ролик. Есть каналы, которые продают так называемые прероллы. Это реклама в начале видео или в конце до 20 секунд, которую вы увидели и у меня. Есть очень много открытой рекламы, продажа лайков и комментариев, добавление сабокс интересной каналы, добавление целого плейлиста рекламодателя на главную страницу канала, ссылка в описании, канал или видео в подсказке, проведение конкурса или полностью заказной ролик на обзор продукта или услуги. Есть каналы, которые продают все и причем дешево. Есть кто продает максимум лайки, но большинство середнячков. В последнее время стали набирать обороты совместные видео. Ценник никто не фиширует, но уверен, что видео Янго и Вангая было не бесплатным. После этой совместки у Яна был прирост около 70 тысяч подписчиков. Кстати, кроме регистрации канала в Прибер, для YouTube есть пролог, который больше сосредоточен для каналов. Там также сидят рекламодатели и ищут канал для рекламы. На самом деле хорошо работает прямое предложение размещения рекламы. С фейкового аккаунта в избежание бана вы пишите тому, кто купил рекламу на канале Симонова, к примеру. Так как у него покупают те, кто либо не ищет выгодной рекламы, либо денег некуда девать. Прикрепляйте скриншот развития канала и аудитории, которая вас смотрит. Конечно же нужно искать каналы схожей тематики и предлагать среднюю цену рекламы в тематике вашего канала. На все-все упомянутые сайты ссылки есть в описании. А теперь давайте я отвечу на комментарии в моем недавнем топе самых богатых ютуберов в мире. Почему в Social Blade такой разброс заработка? PewDiePie, к примеру, по этому сервису зарабатывает от 870 тысяч до 14 миллионов евро в год. Неужели нет точных цифр? Я покажу вам свои ролики, на которых видно тот самый разброс. Один ролик с 5000 просмотров может принести 30 центов, а другой 2 доллара. Зависит от тематики ролика, аудитории и демографических данных. В Украине в несколько раз заработок ниже нашего, а в США в 10 раз выше, чем в России. Так скажите, как вычислить заработок PewDiePie, если его смотрит весь мир с разницей приносящего заработка в десятки раз? Надеюсь, вопрос исчерпан. А на сегодня все. В следующем выпуске я поделюсь способами раскрутки канала на YouTube. Когда он выйдет, в том же плейлисте в описании будет видео. Подписывайся на канал, чтобы получать новые вдохновляющие и полезные выпуски. Напиши свое мнение в комментарии. А если понравился выпуск, почему бы не поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями? Для меня это будет самой большой поддержкой. А с вами был Вячеслав Буленков и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok